Привет, друзья! Сегодня пятница, 13-е, я Михаил Циркили, вы смотрите новый выпуск Noctalife. Как обычно, по пятницам мы подводим итоги уходящей недели и комментируем самые важные события в стране и автономии. Это последняя предвыборная неделя. В воскресенье состоится второй тур президентских выборов между Майей Санду и Игорем Дадоном. И самое время вспомнить, чем запомнилась эта избирательная кампания. Сегодня мы поговорим о фейках от Дадона и реакции Майи Санду, об отказе Майи Санду от дебатов с Игорем Дадоном, о незадекларированном тираже газет в поддержку Игоря Дадона и о том, что же нам предлагают кандидаты. Ну что, поехали! Давайте представим, как могла бы проходить избирательная кампания в обществе с устоявшимися демократическими нормами и традициями. Борьба предвыборных программ, соревнование идей по выходу из эпидемиологического и экономического кризиса, где использовались бы внятные аргументы и лозунги. По факту же, избирательная кампания по выборам президента, особенно перед вторым туром, напоминала что-то вроде этого. Практически на следующий день после первого тура кандидат в президенты Игорь Дадон обрушился на своего оппонента Майю Санду с огромной кучей лживых заявлений. В чем только не обвинил Дадон своего контр-кандидата. И в том, что Майя Санду ведет локдаун, закроет бизнес, закроет школы, закроет больницы и примарии, сократит районы, отменит 9 мая и так далее. И не просто отменит, а вместо этого устроит гей-парад. Ну и как без старой песни о главном? Запретит всем говорить на русском языке, объединиться с Румынией и вообще ликвидирует Молдову. Сложно поверить в то, что кто-то еще может выдвигать такие аргументы. Но это именно те месседжи, которые распространяются Дадоном. А депутаты, социалисты распространяют эти небылицы в социальных сетях. За несколько дней до второго тура выборов штаб Игоря Дадона распространил газеты и брошюры с 12 страшилками. В газете говорится о том, что будет в Молдове, если президентом станет Майя Санду. Все 12 пунктов Дадоновского апокалипсиса оказались фейками, в чем его разоблачили журналисты. Если в вашем почтовом ящике не оказалось этого шедевра пропаганды, или вы его не читая отправили в топку, вы ничего не потеряли и поступили правильно. Ну а если все же прочитали, давайте разбираться, почему это фейк. Фейк номер один. Молдову ждет закрытие больниц и школ, если Майя Санду станет президентом. На самом деле сам Игорь Дадон в должности министра экономики подписал план мероприятий по оптимизации численности работников бюджетной сферы на 2008-2010 годы. Следует напомнить Игорю Николаевичу, что у президента нет полномочий закрывать больницы и школу, поскольку у нас парламентская республика. Это полномочия правительства и парламента. Президент, кем бы он или она ни была, не может принимать такие решения. Фейк номер два. Продажа земли иностранцам. Майя Санду превратит крестьян в слуг иностранных богачей. И опять Игорь Николаевич запамятовал, ведь он сам продвигал инициативу о предоставлении возможности иностранцам покупать землю. В 2016 году подписал закон о предоставлении гражданства через инвестиции. Этот закон открывал всем иностранцам возможность за копейки становиться гражданами страны и уже с молдавским паспортом скупать молдавскую землю где угодно и сколько угодно. Фейк номер три. Майя Санду будет проводить русофобскую политику. В результате Россия опять запретит ввоз молдавской продукции. Ну, во-первых, Майя Санду никогда не делала антироссийских заявлений. В ее программе говорится, что она будет выстраивать отношения с Россией в интересах граждан Республики Молдова. Интересно, чем руководствуется Додон, если спокойно воспринимает экономический шантаж другого государства и не стесняется этот шантаж использовать в своей предвыборной кампании? Здесь я предлагаю остановиться и подробнее поговорить об отношениях с Россией. Ну, и самое главное о том, какие отношения нужно выстраивать с Российской Федерацией. Не надо выстраивать отношения с Россией ради отношений с Россией и делать из этого священную корову. Молдова, как независимое и суверенное государство, должно выстраивать отношения со всеми, руководствуясь своими стратегическими интересами. То, как ведет себя Игорь Додон во взаимоотношениях с Россией, выглядит как отношение вассала со своим сувереном. И суверен здесь не Додон. Социалисты из всех утюгов кричат о том, что майя, санду и проевропейские правительства превратят Молдову в марионетку Запада. Хотя Додон и социалисты уже превратили Молдову в марионетку России. Не верите? Давайте разбираться. Райс Молдова в партнерстве с Российским центром Досье опубликовал пакет документов из Кремля. Документы указывают на то, что Додон и Башкан Гагузи Ирина Влах по важным политическим вопросам получают инструкции из администрации президента России. Например, предвыборную речь Ирины Влах писали в Кремле. Так же, как и речь Игоря Додона на Мюнхенской конференции по безопасности. Причем, курирует Додона в России не какой-то или не кто-то из ближайшего окружения Путина, а какой-то клерк из какого-то отдела в администрации президента России. По сути, Россия относится к Молдове не как к суверенному и независимому государству, а как к какому-то субъекту Российской Федерации. Проводником этой политики России в Молдове является Игорь Додон и партия социалистов. За 4 года своего президентства Додон считанные разы посещал западные страны с официальным визитом. Он не был с официальным визитом даже у наших ближайших соседей Украины и Румынии. Все 4 года он летал только в Россию для очередной фотографии с Путиным. И, конечно же, посещал гору Афон. Как без этого? Участвовал в каких-то конференциях, еще один раз летал в Японию на коронацию короля, ну и один раз участвовал в саммите ООН. Деятельность Додона после отставки правительства Санду привела к изоляции Республики Молдова на Западе, а по сути изоляции Молдовы от Запада. Додон и его правительство последовательно изолируют Молдову от западных партнеров. Кому это выгодно? Молдове? Нет, конечно. Это выгодно России. Чем хуже у нас отношение с Западом, тем лучше для России, потому что тем больше мы от нее зависим. В условиях полной зависимости от России она нам и помогать не будет. А зачем? Куда мы денемся с подводной лодки? И кто же в Молдове марионетка? Вот и Ирина Влах говорит, что не верит в то, что Майя Санду сможет наладить отношения с Россией. Давайте посмотрим. Хорошо, перефразирую. Как в Гагаузии видят развитие экономических отношений Молдова в России в случае, если Санду займет крестный президент? Ну, мы их не видим вообще. Жители нашей автономии считают, что у этого кандидата не может быть хороших отношений с Российской Федерацией, по крайней мере, ее работа в должности премьер-министра это показала. Вот мне интересно, это слова Ирины Влах или ей их написали в администрации президента России? Странно слышать такие слова от руководителя региона, который получил от Европейского Союза 14 миллионов евро с 2016 по 2020 год. Из них 3 миллиона в качестве прямой бюджетной поддержки исполкома. Что получила Гагаузия от России за последние 5 лет? Пару баушных, бобкатов и спринтеров? Что нам дает стратегическое партнерство с Россией и изоляция от Запада? Ничего. Россия как не брала, так и не берет наши товары в том объеме, в котором нуждается Молдова. В любой момент санитарный врач России может придумать и найти что-то в молдавской продукции. И не потому, что там что-то есть, а потому, что есть указание найти. Финансовой помощи из России нет, потому что там экономический кризис. Россия в любой момент может усложнить условия пребывания молдавских граждан на своей территории. Кому нужно такое стратегическое партнерство? Нет, я не призываю портить отношения с Россией. Портить отношения с Россией это самая большая глупость. Но не надо превращать эти отношения в культ и в священную корову. Международные отношения Молдовы должны быть прагматичными и сбалансированными. Мы маленькое государство и не можем позволить себе роскоши дружить только с одним, с одними и изолироваться от остального мира. Теперь вернемся к фейкам. Фейк номер четыре. Запрет Дня Победы и провозглашение его Днем Европы. Ну, во-первых, никто не может гражданам Молдовы запретить отмечать важные для себя даты. Уже много лет в Молдове 9 мая отмечается и День Европы, и День Победы. Хотите возложить цветы? Возлагайте. Каким угодно памятникам. Хотите отметить День Европы? Отмечайте. В Молдове свобода собраний и самое либеральное законодательство в этой области. С 2009 по 2020 годы в Молдове были проевропейские правительства. И что, в Гагузии запретили праздновать День Победы и раздавать бергевские ленточки? Ну и говоря о полномочиях. У президента нет полномочий отменять или изменять закон. Фейк номер 5. Ликвидация районов и сел в результате административно-территориальной реформы. Правительство Кику, подконтрольное ПСРМ и Додона, прямо сейчас разрабатывает концепцию административно-территориальной реформы. Премьер Ион Кику, назначенный голосами ПСРМ и ДПМ, заявил о том, что Молдове пора вернуться к уездам. Для административно-территориальной реформы и Майя Санду не нужна, Додон уже ее делает. Фейк номер 6. Ну и куда же без ЛГБТ-страшилок? Молдову ждет легализация однополых браков и усыновление детей геями и лесбиянками. Ну, Игорь Николаевич, ну это же просто днище. Чем еще пугать граждан самой бедной страны Европы? Конечно же геями. Да, Майя Санду заявила, что уважает права человека, в том числе права ЛГБТ-людей, как и большинство думающих и мыслящих людей. И опять, мы возвращаемся к компетенциям. Нет у президента полномочий легализировать однополые браки. Фейк номер 7. Если Майя Санду станет президентом, нас ждет война на Днестре. Да, депутат партии ПАС Игорь Гроссу участвовал в блокировании движения из Бендер в Варницу в день выборов. Но Майя Санду неоднократно заявляла, что будет добиваться реинтеграции страны. И точно никогда не называла лидера непризнанного ПМР президентом, в отличие от Додона. Фейк номер 8. Запреты для бизнеса в период пандемии. Депутаты партии ПАС во время локдауна неоднократно выступали с законодательными инициативами по поддержке бизнеса. Участвовали в протестах в поддержку секторов, пострадавших во время пандемии. Майя Санду никогда не обещала закрыть бизнес, а предлагала обратиться к международным партнерам за помощью. Фейк номер 9. О боже, прекращение выплат пенсии и заплат. Ну тут вообще кремлевские политтехнологи ляпнули, видимо, чтобы заполнить место в тираже. Трансферами на выплату пенсии и заработные платы занимается Министерство финансов. Бюджет предлагает правительство, а утверждает парламент. Где в этой цепочке президент? Фантазия Гдадона, видимо. Десятый фейк из брошюры. У Майи Санду нет большинства в парламенте, поэтому Молдове грозит хаос. В парламенте нынешнего созыва большинства нет ни у одной партии. В таком парламенте создавать большинство себе дороже. Одна группа уже три раза за год меняет хозяина. Сначала Плохотнюк, потом Канду, а теперь Дадон с Шором. В этом парламенте депутатов не только покупают, но и похищают. Тот, кто найдет способ его распустить, станет национальным героем Молдовы. То, чего нет в брошюре, но что для русскоязычных страшнее всего, конечно, это униря. Санду хочет объединить нас с Румынией, ликвидировать наше государство, говорит Дадон. Это же повторяют агитаторы Дадона на каждом углу. Оказывается, нищая, коррумпированная, окутанная спрутом мафии и разделенная замороженным конфликтом страна является лакомым кусочком для соседей. Румынам своих проблем мало, осталось только разбираться с молдавским бардаком. Во-первых, многие из руманофобов хотя бы раз съездили бы в Румынию. Это же прекрасная страна, намного богаче и развитее, чем Молдова. Да, там тоже есть проблемы, похожие на наши, но сейчас в Румынии не осталось политиков, которые всерьез говорили бы об объединении. Был большой мастер политических игр Троям Басецку, который зарабатывал на этом политические очки, в основном среди унионистов из Молдовы. Этим Басецку подкидывал дровишки в костер антиунионистов. На эти дровишки послушно дул господин Михаил Гимпу. Но они оба уже на политической пенсии, откуда, как мы знаем, мало кто возвращался. Сейчас время других политиков. Политиков, играющих в открытую, не скрывающих своих намерений, говорящих с людьми и слышащих людей. Это прозвучит странно, но в постсоветскую эпоху про унирию говорят только в Молдове. Все, кто этого сильно хочет и те, кто этого сильно не хочет, придумали себе сказку про унирию еще в 90-х. Охотно в нее верят, а многие охотно ее боятся. Если оглянуться на 30 лет назад и посмотреть хронику событий в Румынии в конце 80-х и в начале 90-х, становится очевидным, что объединение Молдовы с Румынией тогда было невозможным и остается невозможным сейчас. Во-первых, в конце 80-х, начале 90-х Румыния была бедной страной, доведенной до нищеты политикой Чаушеску. После ухода Чаушеску страна столкнулась с серьезнейшим экономическим и политическим кризисом. Румынии было не до унирии. Во-вторых, Илья Ильеску и Петре Роман, фактически управлявшие Румынией в 90-х, один получил высшее образование в Москве, а второй там родился, не были адептами унирии. В-третьих, вопрос объединения с Румынией не будет решаться ни в Кишиневе, ни в Бухаресте, даже если этого сильно будут хотеть в Румынии и Молдове. Этот вопрос будет решаться в Берлине, Вашингтоне и Москве. Объединение может случиться только с согласием этих трех геополитических игроков. Для этого сегодня нет никаких предпосылок. Тогда зачем говорить о том, что не произойдет? Очень просто. Это игра на страхах наших сограждан, которые в это верят. А это очень отвлекает от реальных проблем и угроз. Пока все боятся унирии из бюджета, воруют очередной миллион или миллиард. Деградирует правосудие, образование и экономика. А из страны в поисках лучшей доли уезжает очередная семья. Сразу же после первого тура выборов Игорь Дадон избрал тактику нападения на свою соперницу. Это не борьба идеи, это закидывание соперника грязью. Откровенную и примитивную ложь распространяют везде. В социальных сетях, в мессенджерах печатают сотни тысяч газет, которыми заваливают наши дворы и подъезды. Вот под каждым постом, упоминающим Санду или Дадона, тролли постят комментарии полные языка ненависти. Как вести себя Майя Санду? Судя по финансовым отчетам, у нее нет денег, чтобы напечатать столько же газет и брошюр с опровержением фейков, заявленных Дадоном. Нет денег и времени, чтобы поехать в каждый населенный пункт и говорить с людьми напрямую. Она отвечает Дадону в социальных сетях и пытается донести свою предвыборную программу сквозь ливни грязи. На прошлой неделе кандидаты на пост президента Майя Санду и Игоря Дадона договорились о проведении предвыборных дебатов. Они должны были состояться 11 ноября, но в начале этой недели Санду заявила, что отказывается от дебатов с Дадоном. По ее словам, Дадон не заинтересован в обсуждении планов нашей страны на следующие четыре года. Давайте послушаем заявление Майя Санду. Продолжение следует... Продолжение следует... В штабе Игоря Дадона отреагировали ожидаемо, заявив, что Санду боится дебатов. Сейчас сложно сказать, какой урон нанесет Майя Санду отказ от участия в дебатах с Игорем Дадоном. Учитывая, что в первом туре выборов она на них настаивала, а Дадон наоборот избегал. Но в потоке лживых обвинений в адрес Санду обвинение в отказе от участия в дебатах просто затерялось, а точнее сказать, затонуло. Как известно, история не терпится слагательных наклонений. И гадать, что было бы, если бы, занятия неблагодарны. Можно ли сказать, что дебаты между Игорем Дадоном и Майей Санду получились бы конструктивными и помогли бы избирателям сделать осознанный выбор? Вряд ли, учитывая, какую кампанию вранья проводят социалисты на этих выборах. Дебаты с участием Дадона и без Майя Санду прошли вчера вечером на общественном телевидении Молдова УНУ. Дадон пришел со своими сторонниками, среди которых была и Ирина Влах. Очень отрадно, что Ирина Влах ходит на дебаты, но только почему-то она ходит на чужие дебаты, а не на свои. В дебатах на башканских выборах 2015-2019 года Ирина Влах участвовать отказалась. Правильно, зачем ходить на свои и отвечать на неудобные вопросы, когда можно ходить на чужие, где нет оппонентов. Говоря о вранье, в среду группа активистов и депутатов партии ПАС попала в государственную типографию Универсал, где нашла предвыборные газеты Игоря Дадона. Тираж на сотни тысяч газет. При этом в отчете для Центральной избирательной комиссии Дадон не указал, что пользуется услугами государственной типографии и что печатает газеты с таким огромным тиражом. Давайте посмотрим, как это было. На место была вызвана полиция, которая изъяла тираж и посчитала его. По подсчетам полиции оказалось 172 тысячи экземпляров. По информации оппозиционных политиков, Универсал напечатал более миллиона газет для Дадона, что еще раз повторюсь, не было указано в финансовом отчете кандидата. При этом сообщается, что газету развозили машины госпредприятия, что также не было указано в отчете. В данных тиражах указывается, что газета напечатана в частной типографии «Эдит Типар Групп». Также указано, что тираж составляет 55 тысяч экземпляров. Это на 117 тысяч меньше, чем найдено в типографии и чем насчитала полиция. В контракте кандидата Игоря Дадона с типографией «Эдит Типар Групп» указано 65 тысяч экземпляров на русском и 55 тысяч экземпляров на румынском языках. Даже при таком раскладе это на 52 тысячи меньше того, что насчитала полиция. В штабе Дадона быстро нашли оправдание случившемуся. Мол, мы заказывали у частной типографии, а они, в свою очередь, заказали печать у типографии «Универсум». Правда, без указания тиража. Еще и судом пригрозили Майя Санду и ее сторонников за то, что они сорвали распространение агитационных материалов. После этого несколько депутатов были вызваны на допрос. Рената Усатый подал в ЦИК заявление с требованием снять Дадона с предвыборной гонки. Полиция уже заявила, что по факту обнаружения газет Игоря Дадона на территории типографии не было выявлено каких-либо нарушений законодательства. И что-то мне подсказывает, что Дадон не понесет никакой ответственности в этом случае. В чем здесь проблема, спросите вы. Разве Дадон не может пользоваться услугами типографии «Универсум»? Может, как и любой другой кандидат. Но он должен делать это прозрачно и в равных условиях с другими кандидатами. Когда кандидат, еще и действующий президент, допускает жульничество, это повод для отстранения от предвыборной гонки. Это говорю не я, об этом говорит закон. И как же Дадон рассчитывался за экземпляры, напечатанные сверх того, что указано в контракте? Кульками? Сколько еще газет было напечатано в Сирую, о которых мы не знаем. В этой ситуации четко просматривается извлечение выгоды из влияния и нарушение избирательного законодательства. Подводя итоги последних двух недель избирательной кампании в Молдове, эта кампания, к сожалению, не внушила нам оптимизма. Это была одна из самых грязных кампаний в истории Молдовы, наверное, наполненная какой-то немыслимой ложью и грязью. Людям не представлена возможность сделать осознанный выбор. Один из кандидатов избрал тактику игры на страхах и эмоциях своих сторонников. Забрасывал, извините, какашками своего оппонента, а оппоненту в свою очередь приходилось одеваться. Кандидат Игорь Дадон не обращался к людям с предвыборными речами, содержащими идеи, планы и предвыборную программу. Он просто демонизировал своего противника, преподнося избирателям чудовищные идеи о Мае Санду, нелепые страшилки про геев, про запрет русского языка, про 9 мая, про Румынию и так далее. Мне интересно, кто верит в эту откровенную ложь? Кто-то реально думает, что проблема нашей страны в геях и в 9 мая? Вы серьезно верите, что дело не в коррупции и не в продажных судьях и прокурорах, не в мафиозной сети, окутавшей практически каждого политика в этой стране? Игорь Дадон уже более 15 лет при власти или у власти на разных руководящих должностях в парламенте и в правительстве. Мне сложно сказать, что было сделано Игорем Дадоном за это время, чтобы нам, гражданам Молдовы, жилось лучше. То, что он сделал для своей семьи, мы видели. Отдых на Сейшеллах, получение кульков с наличкой, торги с олигархами, прислуживание к Кремлю. Ради того, чтобы остаться у власти, он пошел на сговор с многими сомнительными персонажами. Главный обвиняемый в деле о краже миллиарда Илон Шор стал союзником Дадона. Сейчас Дадон хвалит Шора за отличный результат в Аргеве. Все участники дела о ландромате находятся на свободе. Вячеслав Клатон, судьи, принимавшие решения в рамках этой схемы. Более того, эти судьи вернулись на свои должности. Плохотнюк получил турецкое гражданство, а его подельники Константин Цусу и Андронаки на свободе. Как показывают журналистские расследования, некоторые из людей Плохотнюка, участвовавшие в криминальных схемах, например, по контрабанде сигарет, работают сейчас на Дадона. Судьи, выносившие незаконные решения в пользу Плохотнюка, получают повышение по службе. Поэтому вывод очень простой. Дадон не борется с коррупцией, либо потому что не может, либо не хочет. Скорее всего, и то, и другое вместе взятое. Дадон сделал ставку на запугивание граждан фейками, давление на государственных служащих и мобилизацию избирателей из Приднестровья по цене 400 лей за голос. Многие русскоязычные сограждане запуганы той ложью, которую распространяют социалисты против Майя Санду, поэтому не готовы отдать за нее свой голос. Этот выбор основан не на страхе перед вещами, которые не произойдут. Этот выбор, извините, основан на страхе перед вещами, которые не произойдут и случиться не могут. Например, как у Ниря или на страхе перед вещами, которые Дадон приписывает своему оппоненту, но уже делает его правительство. Например, как административно-территориальная реформа. Дадон не обсуждает, не комментирует и не критикует предвыборную программу и тезисы своего конкурента. Вместо этого его команда распространяет фейки и запугивает людей. Сегодня на митинге в свою поддержку Игорь Дадон пригрозил дать оппонентам по морде и призвал людей 16 ноября выйти на площадь, чтобы защитить его результат. Давайте посмотрим, как это было. До 1 ноября мы их не критиковали, не назвали их имена, но они обнаглели. Пока не получают обратно по морде, не понимают. Поэтому нужно быть жесткими, нужно давать отпор. И я вам обещаю, что мы нашу победу не упустим. И если нужно будет выйти сюда защищать, все мы выйдем и будем защищать. Месяц назад Игорь Дадон говорил, что не верит, что после президентских выборов в Молдове будут массовые уличные демонстрации. И считал, что Майдан может произойти только с привлечением геополитической поддержки внешних игроков. Так кто из геополитических игроков требует от вас протестов, Игорь Николаевич? Молдова нуждается в переменах, а граждане Молдовы заслуживают честного и уважительного отношения со стороны кандидатов. Без лжи и фейков. Мы ждем выборов без фальсификации. Страна нуждается в честном и справедливом правосудии. И избавлении от коррупции. По итогам четырехлетнего президентства Дадона понятно, что он и его партия не могут, либо не хотят бороться с коррупцией и строить справедливое государство. Давайте сделаем осознанный выбор, основанный не на страхах, а на анализе ситуации и возможных перспективах для нашей страны. Друзья, это все, что мы хотели прокомментировать на этой неделе. Спасибо за внимание. Мы будем рады вашим лайкам, комментариям и репостам. С вами был Михаил Сыркили. Увидимся через неделю в новом выпуске НОКТ.ЛФ. Не забудьте выйти на выборы в воскресенье.